Приветствую вас на канале вкусный уголок. Сегодня мы с вами приготовим закусочный кабачковый торт с крабовыми палочками и сыром. Для начала нам нужно сделать для нашего тортика коржи. Для этого мы трем на меленькой терке наши кабачки. Отжимаем с кабачков немножко жидкость, но только немножечко, чтобы они у нас не были сухие. Жидкость мы выливаем, она нам не потребуется. Если у вас кабачки суховатые или такие более старые, тогда можно жидкость вообще не отжимать. Добавляем в миску сюда яйца, соль по вкусу, я добавляю одну кофейную ложечку и хорошо перемешиваем. Если вы отжали слишком много жидкости и кабачки у вас получились суховатые, тогда просто добавьте еще одно яйцо. Теперь нам нужно сюда добавить муку. Я буду добавлять и перемешивать. Я добавила 7 столовых ложек муки. Тесто должно получиться такое вот, как на оладьи. Теперь мы наши коржи будем жарить. Для этого мы ставим сковородку на огонь. Наливаем немножко подсолнечного масла и хорошо разогреваем. Когда сковородка разогрелась, мы выкладываем на серединку наши кабачки. Распределяем хорошо по всей сковородке и выпекаем вот такие коржи. Толщина коржа должна быть примерно 1 см. И так мы обжариваем с двух сторон. Переворачивать нужно аккуратненько с помощью двух лопаточек, чтобы наш коржик не порвался. И так мы жарим коржи, пока наше все тесто не закончится. У меня получилось 4 вот таких вот коржика. Теперь мы будем готовить соус, который мы будем перемазывать. Для этого мы крабовые палочки трем на меленькой терке. Сюда же мы потрем твердый сыр. На чесночнице давим чеснок. Добавляем майонез. Сметану. Соль мы добавлять не будем, потому что у нас соленые крабовые палочки и соленый сыр. Но если вам кажется, что мало соли, то вы можете добавить. И все хорошо перемешиваем. Теперь мы берем наши коржи. Положим один и сверху намажем нашим соусом. Старайтесь распределить так, чтобы вам хватило на все ваши коржи. А еще помазать вверх и немножко бока. Сверху накрываем вторым. Тоже промазываем. Так мы промазываем все наши коржики. Верхний корж мы тоже промазываем и немножечко промазываем бока. Вот такой вот у нас получился тортик. Он такой высокий. Украсить его можно по вашему желанию, как вы хотите. И теперь мы его ставим в холодильник на 2 часа, чтобы он немножко пропитался. Вот мой тортик после холодильника. И сейчас я его разрежу и покажу вам, как он в серединке. Вот посмотрите, как он в серединке. Он очень красивый и очень вкусный. Он станет украшением любого праздничного стола, а также тихого семейного ужина. Так что готовьте с удовольствием. Приятного вам аппетита. Подписывайтесь на канал.